Судя по всему, у тех людей, которых мы сегодня в Украине называем террористами, из так называемых Донецкой и Луганской народных областей, на сцену выходят настоящие кукловоды. Даже не они, конечно, кукловоды, это тоже люди, которыми руководят, правда, уже из московского Кремля. Виктор Медведчук и регионал Нестор Шуфрич отправились на Донбасс. Нет, не участвовать в антитеррористической операции, а для переговоров. Об этом сообщает пресс-служба украинского выбора. В сообщении сказано, я цитирую, переговорная последническая группа в составе Виктора Медведчука и Нестора Шуфрича вместе с контактной группой ОБСЕ сегодня находятся в Донбассе. Идет переговорный процесс, подробностей пока не сообщаются. СМИ сообщает о том, что в ходе переговоров с представителями так называемой Донецкой народной республики, Медведчук получил согласие на встречу с Миссией ОБСЕ по налаженному диалогу между Киевом, снова пишут, Юго-Востоком Украины. Нет там приставки Юг, нету, которую Российская Федерация поддерживает на уровне посла. Напомню, что Виктор Медведчук и Владимир Путин являются кумовьями. И есть заявление командира батальона «Шахтерск» про зупинение антитеррористической операции и умов оригиналу террористам не можно пробачить. Такая пресконференция произошла 23 червня у Львови. Руслан Онищенко, командир спецбатальону, отвечая на вопрос о том, как он ставится до призупинения антитеррористической операции на Донечке, заявил про то, что все, кто видит настроение и участие тех, которые стоят по той стороне, знают, что договориться с ними, террористами, неможливо. Пробачить им и дать просто пойти так же будет нечестно. Я напомню, что антитеррористическая операция с украинской стороны приостановлена в 22 часа, 20 июня, и внедрен в действие, наступила реализация мирного плана президента Порошенко, который презентует свой мирный план и уже на Западе, сначала в Люксембурге, потом в Брюсселе. План действия заканчивается 27 июня нынешнего года. Есть телефонный звонок, наверное, скорее всего, он связан с политической темой. Давайте я отвечу, потом представлю нашу гостю. Добрый вечер. Если можно, очень краткий вопрос, очень мало времени. Я бы хотела задать вопрос. Вот как ведущий считает, не надо никаких переговоров, ничего не надо. Вот как урегулировать данный вопрос на Востоке? Ну, во-первых, все должно закончиться мирным путем, это однозначно. Я говорю о мире на Востоке для Украины в целом. Переговоры нужны, только переговоры необходимо вести с представителями легитимной власти. Надо говорить с общественностью Донбасса, которая сегодня легитимна. Что, если вы хотите спросить меня, как я отношусь к террористам, так как относятся к ним во всем мире? Они должны сдать оружие. Те, кто совершил тяжелые преступления, в том числе убийства людей, должны ответить по всей строгости закона. Вот такое мое мнение. Но порядок необходимо навести. В Украине должен быть мир и спокойствие. Итак, прежде чем мы переходим, а перейдем к мирной теме. Слава Богу, что мы можем позволить себе в нашем любимом городе говорить на юге нашей страны. Большой независимой Украины. А Крым это временно, поверьте мне. Прежде чем представлю нашу очаровательную гостью, которая расскажет, ну ладно, не буду скрывать, о проекте Одесса-сити-карт. Что это за штука, с чем его едят и как этим пользуются. Кстати, по-моему, таких проектов только два в Украине, в Киеве и в Одессе. Узнаем у гостя. 737-73-10, телефон прямого эфира. Я попрошу у нее, потому что я вам обещал, что 17.50, 23 июня, мы подведем первые итоги нашей акции «Задай вопрос президенту Украины». Выбрали самые часто повторяющиеся вопросы, и сейчас я их озвучу. Часть из них вы увидите на экранах, и потом будем говорить, что же такое Одесса-сити-карт. Итак, когда планируется запретить партии «Родина» и движение российского толка, как террористические и финансируемые Кремлем? Когда начнется иллюстрация чиновников и работа иллюстрационного комитета, как главного органа страны? Матковский вряд ли сможет удержать ситуацию в Одессе, если мэром останется Труханова, предполагая, что Матковский будет новым губернатором. Сколько еще будут гибнуть наши ребята, а не эта понаехавшая мразь? Я цитирую. «Уважаемый господин президент, возьмите под свой контроль действия Труханова, мы его не выбирали, это фальсификация и непонятная позиция губернатора. Как бы нас не преподнесли на блюдечки Путину, не допустите еще один Донбасс. Как найти достойную работу, если часто не соблюдается трудовой кодекс? Пять больших правозащитных организаций знают, что Палица не имеет беспорядком никакого отношения, тем более к мэру Труханову. Почему те граждане, которые поддерживают беспорядки, не говорят о хороших делах за собственные деньги Палица? Я сохранял язык оригинала. Когда у вас будет личная встреча с президентом России Владимиром Путиным? И еще три вопроса. «Уважаемый Петр Алексеевич, не назначайте Гончаренко губернатором, а действительно вряд ли воспримут его всерьез. Тем более бизнес, который удерживает пока ситуацию спокойной. Мы еще помним 2010-е и выборы мэра. Неужели в нашем городе нет достойных грамотных людей, которым мы бы все доверяли? Пожалуйста, не разочаровывайте нас. Господин президент, почему, когда нашим воинам на Донбассе катастрофически не хватает бронежилетов, сегодня непонятные люди в бронежилетах и под прикрытием милиции сбивают одесситов под консульством России? Может, вы спросите у Палица и Труханова? И в течение... Хороший вопрос, кстати. Наверное, Одесса-сити-карт вписывается в этот вопрос, в эти рамки. Ну, так получилось, так совпало. В течение скольких лет, как вы думаете, Украина способна, благодаря своему ресурсному потенциалу и вашему, надеюсь, мудрому его применению, стать конкурентом той же России и Европе в экономике, армии, уровне жизни, а то и вовсе превзойти. Об этом мы, кстати, все мечтаем. Это были первые итоги нашей акции. Задай вопрос президенту. Телефон на своем экране вы сейчас увидите. 0-93-403-52-00. Только смс принимаются. Все ваши вопросы, уважаемые телезрители, будут на моей страничке в Facebook и потом отправлены в администрацию президента и дойдут до Петра Алексеевича. Я в этом более чем уверен. Итак, Одесса-сити-карт. Татьяна Дынич, пиар-директор проекта Одесса-сити-карт. Берем быка за рога. Точно ли два города в Украине могут похвастаться тем, что такие проекты у них реализовываются? Это столица Украины и морская столица Украины, город Одесса. Танюш, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, наши любимые, дорогие одесситы и гости нашего города, все, кто нас сейчас смотрит. Я очень рада, что меня пригласили презентовать наш проект Одесса-сити-карт. Одесса-сити-карт – это туристическая карта гостя города. Действительно, у нас на Украине мы являемся вторым городом, в котором стартует этот проект. В Киеве проект стартовал в 2013 году, довольно-таки успешно. И в 2013 году Киев выпустил уже такие карточки, и мы становимся вторым городом, в котором этот проект начинает работать. Подобные проекты работают во всех столицах мира и крупных городах Европы. Барселона, Нью-Йорк, Лондон, Париж. И я очень рада, что наш город присоединяется к подобному проекту, потому что Одесса – это туристический центр, именно он культурный центр. И об этом нужно нести информацию. В первую очередь, наша карточка гостя… Танюша, сразу вопрос по ходу. Прежде чем мы будем говорить о подробностях Одесса-сити-карт, вы сейчас перечислили действительно крупные города. Сегодня реально Одесса становится в один ряд, хотя бы официально, нам еще идти, развивать проект, в перечень тех городов, которые знают в мире, которые могут похвастаться огромным количеством туристов. Пока это все до последнего времени обсуждалось, решалось, Одесса уже таки приступила к тому, что реализация началась, и туристы к нам в город приедут. Какие льготы? Чем будут пользоваться туристы? Что вообще обозначает вот эта пластиковая карточка, которую мы видим здесь на этой картинке? В первую очередь, турист, который приобретает эту карточку, он получает информацию о тех культурно-исторических центрах, которые существуют в Одессе. Он получает бесплатный доступ в 8 музеев, которые уже находятся в программе. Он получает бесплатную обзорную экскурсию по центру города историческому, и он уже понимает, куда он приехал, и уезжая из Одессы... Плачет. Он плачет, ему хочется действительно вернуться. Потому что для чего такие проекты создаются? Для того, чтобы люди, приезжая в крупные города, они уезжали с воспоминаниями не только что, они там пляжились, кушали в ресторанах, но и чтобы они, уезжая, понимали, что этот город богат театрами, богат музеями, богат достопримечательностями, архитектурой. И когда-то Одессу, совсем еще молодую, ее называли уже вторым Парижем, потому что она настолько в краткие сроки строилась, и такие прекрасные здания, вот по сей день, которыми мы можем похвастаться, находятся в центре нашего города. Ну, хотелось бы, чтобы вот как раньше люди, уезжая отсюда, и наши украинцы, и европейцы, и любые туристы, они уезжая, не хотели действительно расставаться с нашим городом, и мечтали вернуться опять сюда, и несли информацию о том, что в этот город стоит поехать, потому что в этом городе культурные люди, в этом городе ценности культурные, и город достоин. Конечно, смотрите, была пресс-конференция, на которой, в частности, и презентовалась эта система, Одесса-сити-карт, и руководитель проекта в Одессе Анастасия Жога, вот я цитату ее приведу, что Одесса, как всемирно известный туристический центр, кто бы в этом сомневался, давно нуждалась в такой программе. С Одесса-сити-карт гость получает экономию денежных средств, экономию времени, достоверную информацию, комфорт, удобство, ожидаемый результат, массу впечатлений и удовольствие от путешествия. Почему все-таки все эти годы тормозилось создание такого проекта, и почему, не скрываю, в нашей неспокойной стране, прежде всего, время и связанной с Украиной ситуацией, все-таки пошли на этот шаг, и вы уверены, мало того, что уверены, а так оно и будет, придет мир на нашу украинскую землю, и люди сюда поедут, туристы поедут и будут знать наш город не только по событиям на Востоке или на юге Украины. Почему так все-таки тормозилось, и почему рискнули, пошли? Вот безбашенная часть. Ну, понимаете, сейчас, допустим, несколько лет тому назад или прошлый год, в Одессе было достаточное количество туристов, и этот проект был актуален, но не настолько, то есть туристов было достаточно, всем было хорошо, все получали определенный достаток. В данный момент с туристами по разным причинам проблемы, и вот в данной ситуации как раз возникла идея объединить все отрасли, которые предоставляют сервис, которые предоставляют услуги для того, чтобы, во-первых, статус города, имидж города повысить, чтобы показать, что город, как был предрасположен к туристам, так он сейчас предрасположен, ну, наверное, во много раз больше. Ну, в разы, а тут перехватили, да, мою реплику. И вот, наверное, вот эта ситуация, которая сложилась, она, наверное, нас подтолкнула. Вы знаете, как хорошо говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вы знаете, вот, наверное, применим как раз данной ситуации действительно. Мы просто планировали, вопрос как бы уже давным-давно созрел, и мы планировали презентовать этот проект еще весной, потому что туристический сезон начинается у нас 1 апреля, это, как говорится, максимум, а иногда и в марте к нам уже гости едут. Ну, некоторые, смотря как отпразднуют Новый год, задерживаются с 1 января, и такое бывает. Да, да. Но в этом году, из-за, опять-таки, событий в нашей стране, мы немножечко оттянули, но, несмотря ни на что, проект запускается. И чем этот проект хорош? Он хорош тем, что он и для туристов, и для жителей города. Вот ключевая для меня фраза, ну, конечно же. Потому что наши жители города, к сожалению, к моему, к сожалению, не всегда кто-то не имеет возможности, кто-то не имеет возможности чаще всего по времени, кто-то не имеет информации о том, что происходит, какая культурная жизнь у нас в нашем городе, какие у нас музеи, ну, и знают центральные музеи, но не знают, что у этих музеев есть еще филиалы. Но при этом там не бывают. Ну, давайте говорить правду. И не бывают, да, да. Не в обиду, ничего личного, я к одесситам обращаюсь. Максимально, максимально, вот детей, слава Богу, спасибо нашим учителям, преподавателям в вузах, они водят школьников и студентов. Но взрослые люди, к сожалению, я не буду говорить про всех, есть люди, которые ходят регулярно, которые посещают выставки, но... Я их называю счастливые люди, есть, слава Богу, такие. Да, у них заполнено их время, не только телесериалами, а другими событиями. И поэтому вот эта карточка, которая будет по очень разумной цене, им даст возможность во время уикенда, который они не знают, как провести, во время отпуска, или просто к вам приезжают гости, и вы вот думаете, как же их развлечь. Теперь у вас есть Одесса-сити-карт, которая в данном случае выступает для вас помощником. Она может спланировать как ваш отдых, так и отдых ваших гостей, ваших друзей, ваших знакомых. Ее можно просто дарить, и это будет очень достойный подарок. Вы сейчас, кстати, говорите про достойный подарок. Согласен. Это, кстати, оригинальный будет одесский подарок, так же, как закатаны в литровой банке наш одесский воздух. Насколько мне известно, эта карточка действительно на протяжении года. Хотя там различные периоды... А теперь есть маленький нюанс. Но нюансы. Вот про нюансы, я вас к нюансам и подвел. Значит, карточка на сегодняшний день спланирована так, что она будет выпускаться в двух видах. Это будет карточка на три дня и карточка на шесть дней. Значит, почему так? Потому что просчитано по статистике, что к нам в город приезжает турист либо на уикенд, либо приезжает на отпуск. Но, к сожалению, сейчас отпуски у нас небольшие, 7-10 дней. До двух недель это максимально. До двух недель максимально. Но в основном вот в таких пределах. И поэтому человек, который едет на уикенд, он покупает карточку на три дня. Но вот здесь вот как раз нюансик. Три дня он может бесплатно посетить 8 музеев и получить услуги обзорной экскурсии на электромобиле с экскурсоводом. В дальнейшем, в течение 365 дней, то есть в течение года, он может пользоваться абсолютно всеми остальными скидками. Это скидки в отели, в рестораны, бюро переводов, сувенирные магазины, всевозможные развлекательные центры. Карточка сейчас наполняется. Мне крайне сложно сейчас перечислить, но мы постараемся заполнить максимально все отрасли, которые интересны как туристам, так и жителям нашего города. Насколько я понимаю, и опять-таки в ходе той же пресс-конференции, которую я здесь вспомнил, Одесса-сити-карт, она станет официальной туристической карточкой города. Можно поправочку сделать? Извините, что я вас переписываю. Ну так в букве. Официальная карточка региона. Даже региона. Мы делали поправку на регион, и мы именно продвигаем Одессу вместе с Одесской областью. Почему? Потому что человек, который приезжает к нам на 7-14 дней, он сходил на пляж, он погулял, он съездил на экскурсию. Но у нас еще есть в области очень достойные туристические продукты. Это как бренд Белгороднестровская крепость. Это как Шаба, это как Вилково. И можно перечислять, я вам буду загибать пальцы, куда можно... Ну фактически все районы Одесской области можно перечислять. Везде есть своя изюминка. Причем в каждом районе есть еще какие-то такие продукты. Вот буквально на днях тестировали бессарабскую свадьбу. Прекрасное вообще мероприятие. Это вот человек, который давно не был на свадьбе, и хочет погулять, и никто не женится. Он может поехать в такой тур и посмотреть, как у нас в Бессарабии гуляют свадьбу. И вот поэтому мы презентуем непосредственно эту карточку. Карточку, она называется Одесса Сити-карт, но это туристическая карта региона. И мы приглашаем всех, у кого есть туристические продукты, и у кого есть услуги в нашем регионе, чтобы они с нами связались, мы открыты. Для партнерства... Сразу контакты давайте озвучим. Контакты могут выходить на руководителя нашего проекта, ей звонить, могут связываться со мной. И мы открыты для партнерских отношений, потому что вот только все вместе мы сможем предоставить и информацию, и качественный сервис, и турист запомнит Одессу и Одесскую область надолго. И он будет об этом рассказывать. Вы настолько меня, знаете, заинтриговали, заинтересовали Одесса Сити-карт. Я сразу, у меня тоже идеи какие-то, может, и бредовые, на первый взгляд, но появляется. Бессарабская свадьба, кстати, вот как приложение к этой экскурсии, не экскурсии, к этой свадьбе, скажем так. Вы можете делать презентацию наших одесских невест и приглашать туда, в том числе, иностранных холостяков. Мало того, что как телевизионщику, говорю, интересно, шоу может получиться, да, кто-то найдет свою вторую половинку. Кстати, Одесса Сити-карт, я понимаю, что без поддержки, прежде всего, не только, ну, а может, и прежде всего, моральной, возможно, финансовой, проект бы не был реализован, не запустился бы. Кто вам сегодня помогает и вообще на кого вы в будущем рассчитываете? Возможно, и на каких-то инвесторов в том числе. Ну, рекламодатели, само собой, понятны. На сегодняшний день реализация программы состоялась при поддержке Одесского областного управления культурой и туризма, национальности и религии, а также коммунального предприятия облконцертсервис. И я опять возвращаюсь к тому, что мы продвигаем нашу эту карточку для того, чтобы узнали о нашем регионе, как о культурном регионе. Вот Одесса культурная столица, мы продвигаем этот термин, чтобы люди приезжали, посещали музеи, посещали выставки, посещали наши достойные театры с нашими репертуарами. И вот, скажем так, Одесское областное управление культурой и туризма, национальности и религии, они вот заинтересованы совместно с нами в продвижении Одессы как культурной столицы. И мы всех приглашаем, опять-таки я повторяюсь, мы приглашаем наш проект, мы открыты и будем очень рады, если мы совместно сделаем достойный туристический продукт. Потому что эта карточка, она для туриста будет как руководство к пользователю. Потому что мало того, что он, покупая эту карточку, он получает карту города бесплатно. На карте обозначено, где находится музей, где находятся театры, где находятся какие-то заведения, которые могут его интересовать. На этой карте он получает информацию о наших достопримечательностях. То есть там идет полностью пособие, он может благодаря этому путеводителю спланировать свой отдых. Сегодня он решил пойти в литературный музей, завтра он решил посетить украинский театр, послезавтра у него выставка, поход на выставку. То есть вот эта программа, она такая очень обширная и такая емкая, ее можно наполнять, наполнять, наполнять и всевозможное. Ему нужно будет почистить одежду, он знает, куда обратиться. То есть мы постараемся, чтобы наполнить такими компаниями, вот все, с чем турист может столкнуться в нашем городе, мы хотим ему дать вот это пособие к руководству. О, еще про наш телеканал расскажите, там обязательно, пусть знают, что смотреть вечером. Обязательно, обязательно. Не только шпиво. И не только вечер. И не только вечер. Да. Танюш, вопрос такого плана. Мы много говорим об этой карточке. Как человек может приобрести эту карточку? Возможно, это можно сделать в режиме онлайн. Ну, понятно, в Одессе тоже, где вот такие точки по продажам карточек. И перейдем потом к музеям, более подробно расскажите, какие музеи смогут посетить Одесситы и гости нашего города. Мы, опять-таки, шагаем в ногу со временем. Есть люди более продвинутые, которые все покупают через интернет. Поэтому эту карточку можно будет купить на сайте. Я, наверное, покажу. Citycar.travel, да? Нет, нет, нет. Нет, нет, он называется по-другому. Давайте мы его озвучим. Да, он называется... Боже, я занервничаю. Вы не нервничаете, вы вспоминаете, как называется этот сайт. Citycar.travel. Citycar.travel. Вот, так как я и сказал. Citycar.travel. Значит, там вы заходите на этот портал, и там есть градация Киев-Одесса. Выбираете город Одесса, открывается... Ну, кстати, сайт свеженький, он где-то в мае, да, насколько я понимаю, был запущен. Да, да, да. То есть программа запускалась в Киеве. Сначала это был просто сайт для продвижения туристической карточки «Киев-сити-карт». Но сейчас, когда мы уже вошли вторым городом, они сделали уже портал. И там уже он наполнен гораздо больше информации, он гораздо удобнее для пользователя. Рекомендую зайти посмотреть. И можно будет с 1 июля приобретать карточку уже через сайт. Ну, опять-таки, так как программа, она свежая, мы, конечно, будем ее всевозможной поддерживать рекламой, пиаром. Будет продвижение такое хорошее, насыщенное. Но у нас многие люди привыкли, увидел, купил. Поэтому мы планируем, что наша карточка будет... Вот сейчас идут переговоры продаваться в туристическо-информационных центрах нашего города, на ЖД-вокзале, в аэропорту. То есть везде, где может, на сети наших партнеров, с которыми мы будем работать. Планируем, что эта карточка будет представлена и в музее тоже. То есть вот сейчас идут переговоры. Сказать конкретно вам, вот именно там, 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 я пока не готова, потому что у нас это все на этапе реализации. Некое медийное сопровождение, кроме нас, тоже будут осуществлять реализации массовой информации, но и медиа-информ, понятно, ну одно название, медиа-информ тоже будет это дело продвигать. Я очень рассчитываю на то, что наши СМИ, они будут лояльны и дадут о нас информацию, потому что нам всем это нужно. Давайте говорить откровенно. Речь идет не о коммерции, прежде всего, о том, чтобы создавать позитивный имидж нашему городу. А для нас, одесситов, это, наверное, самое ценное, то, что еще остается у нас в этой жизни. Очень часто говорят, что семерка – это счастливое число, с этим спорить не буду, потому что это все в веках, ну куда мне тут спорить. Но чем мне нравится восьмерочка? Это знак бесконечности, опять-таки, бесконечности жизни, бесконечности того, что наш город, Одесса, будет процветать. Вы говорите о восьми музеях. Какие музеи смогут благодаря этой карточке, Одесса-сити-карт, посещать и гости города, и одесситы в том числе. Я подчеркиваю, и одесситы в том числе. Восемь музеев, которые входит в проект на сегодняшний день, которые входят... Это только начало. Это только начало, и мы планируем, что это будет расширяться, этот список. На сегодняшний день, приобретая карточку, вы можете бесплатно посетить Одесский художественный музей, музей западного и восточного искусства, Одесский историко-краеведческий музей, музей Степова Украина, о котором немногие знают. Он находится на Лонжероновской, 24. Ну я уже собрался, потому что я тоже не знал. Ну не стыдно, скажу, не знал. Я вам рекомендую посетить этот музей. Он действительно достоин для того, чтобы туда пойти. Одесский музей Александра Сергеевича Пушкина, государственный литературный музей, в котором совсем недавно прошла музейная ночь, великолепное мероприятие с аншлагом прошло, и гости, которые попали на эту прекрасную музейную ночь, они были в культурном шоке, в хорошем смысле этого слова. Я бы сказал так, это была ночная феерия. Вот я знаю по отзывам, лично, к сожалению, ну не получилось, да, ситуация такая в стране. Но это была феерия. Отзывов очень много. Да, да, да. Это правда. Одесский государственный литературный мемориальный музей Паустовского, о котором тоже немногие знают. Рекомендую, там бывал. Да, это тоже тот музей, который стоит пойти и его посетить. И мемориал героической обороны Одессы. У нас 411 батарея, о которой все хорошо знают. Да, да, о которой мы знаем. Но опять-таки не все посещали этот, к сожалению, музей. Ну это открытый музей, прежде всего, под небом, да. И вот это то место, в котором много чего передумаешь, и об этом говоришь потом с детьми в том числе. У нас остается буквально пару минут до конца нашей программы. Скажите, пожалуйста, Анюша, а я хочу на это надеяться, что наш проект Одесса CityCard, говорю, видите, уже к концу программы начал говорить наш проект, он все-таки станет лучшим проектом в Украине, хотя он существует пока только в нашем городе и в Киеве. Я на это надеюсь и уверен, что вы максимум усилий к этому приложите. Итак, еще раз напоминаю нашим телезрителям, с какого числа начнет работать система Одесса CityCard? С 1 июля. То есть буквально через неделю? Буквально через неделю. Мы сейчас работаем в максимально усиленном режиме. Вопросов очень много. Мы каждый день встречаемся с новыми партнерами, ждем новых партнеров нашего проекта. И надеемся, что все будет хорошо. И с 1 июля туристы, покупая Одесса CityCard, узнают очень много хорошего о нашем городе, достойного. И таки будут плакать, покидая наш город, и будут эти слезы радости на их глазах. И они, как говорят в Одессе, Одесса не первый город, но и не второй. И Одесса это культурная столица. Что вы мне за это говорите, а то я не знаю. Итак, в официальном буклете сказано, что Одесса CityCard – туристическая карта гостя города. Нагичная программа успешно работает практически во всех столицах, крупных городах Европы, Азии и США. Путешествуя с CityCard, турист получает высокий статус гостя города, качественный туристический сервис, широкую систему бонусов и привилегий. И буквально одна фраза – то, что не вошло в официальный буклет. Эта карточка пригодится и настоящему Одесситу. Спасибо, что были с нами. Танюш, спасибо вам огромное. Успехов в реализации проекта «Одесса» – таки первый город в Украине и не только. Увидимся через 10 минут в этой студии. Алексей Ботвинов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова